Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Как мы уже заявили ранее, и мы анонсировали Нашу сегодняшнюю встречу в прошлом части Говорим сегодня мы о футболе, а говоря конкретнее Наверное, все-таки об очередном чемпионате России по футболу Но не только, вот все интересные новости, которые мы Сегодня даже с тобой озвучивали, футбольные Я думаю, что хотелось бы получить комментарии Сергея, обозревателя Нас никто особо не ограничивает, поэтому футбол В самом широком смысле этого слова Мы хотим наших телезрителей и радиослушателей Тоже привлечь к нашей беседе Напоминаю, все контакты, задавайте свои вопросы Получайте комментарии от Сергея Егорова 909-928-1-89-9 Ватсап, вайбер, смс Задавайте вопросы к нам, пишите И группа ВКонтакте, страна ФМ Да, прям секунду на секунду там появится пост Который мы прямо сейчас и сделаем В комментариях пишите, да Сергей, давайте начнем все-таки с заявленного ранее Чемпионата по России по футболу Со свадьбы Виктории Лопаревой и Николая Баска Потому что дело в том, что это удивительная история Мы столкнулись с тем, что Ну вот Спортэкспресс Сугубо профессиональная, нишевая, спортивная газета Когда это произошло Почему мы об этом написали Нас спрашивали читатели Что вы делаете Значит, вы спортивная газета Об этом нельзя писать Но дело в том, что это произошло После матча Терека Который раньше назывался Териком Сейчас команда называется Ахмат Произошло это в Грозном На матче открытия нового сезона Ахмат принимал Акмар А Амкар И туда съехалось много гостей И история о том, как Николай Басков Сделал предложение Виктории Лопаревой А для нас, для спортивных журналистов Виктория Лопарева является не просто Красивой девушкой Но и послом Чемпионата мира 2018 И то, что случилось на глазах Почетного президента Ахмата Конечно, развело впечатление Мы об этом написали Оказалось, что это новость востребованная И дали комментарий Мы были удивлены Довольно полярной реакцией Масса людей эта новость прочитала Откомментировала И масса людей скала фи Как вы можете Но мы поняли, что это то самое пересечение Когда мы не можем игнорировать Интересы массовой аудитории А не спортивной Но мы следим дальше, что будет Потому что когда 5 октября, что ли, это объявлено Будет любопытно По футбольному, можно сказать Мы ждем трансфера Трансфера? Да, можно сказать, свадьбы А мы ждем трансфера Ну тоже такая около спортивной темы получается Конечно Ну что же, мы продолжим наш разговор совсем скоро Друзья, еще раз напомню Обозреватель спортивный Футбольный обозреватель, будем говорить Так, Сергей Егоров у нас в студии Друзья, к вам Вернемся очень и очень скоро Пожалуйста, не переключайтесь И, кстати, задавайте Сергею Свои вопросы 909-928-189-9 Друзья, ватсап, вайбер, смс Ждем ваших вопросиков Друзья, что ж, мы продолжаем Телерадиоканал Страна.ФМ вас приветствует В студии Влад Кутузов, Лиза Калинина И в гостях у нас сегодня Заместитель шеф-редактора отдела футбола Издательского Дома Спортэкспресс Сергей Егоров Мы продолжаем говорить о футболе Говоря проще, футбольный обозреватель Издательского Дома Спортэкспресса Да, говорим о футболе У нас есть вопросы Пишите вы свои Да, ну смотрите, Сергей Вот о чем хотелось все-таки вернуться К чемпионату мира России, конечно же И мира вернемся тоже Два тура прошло, правильно? Вот за все это недолгое время Кто успел удивить, порадовать, расстроить Ну я две вещи отмечу Как оно пошло вообще все? Ну поскольку самая большая аудитория двух команд Давайте о ней говорить Это и всем будет интересно Спартак-Зенит Спартак чемпион две ничьи сделал И минус четыре очка от Зенита Который вложил большие деньги Около сорока миллионов евро И получил сразу отдачу То есть люди, которых они купили За большие для России деньги Двадцать три миллиона евро Одного аргентинца купили в Италии А второго аргентинца купили за пятнадцать миллионов евро Ну, собственно, в Аргентине Они сделали результат Это очень круто Так в российском футболе редко бывает Когда футболисты, которые покупают за большие деньги Знаете, когда человек приходит в футболе Во всяком случае Говорит, нужно время на адаптацию Давайте подождем И нужно привыкнуть Там разные часовые пояса Трава разная на российских стадионах А здесь люди приехали И сразу сделали результаты Это круто Это здорово Ну, будем следить за развитием Друзья, напоминаем 909-928-1-89-9 Задавайте вы свои вопросы Да, вопрос, кстати, уже есть, Сергей Смотрите, вопрос, вот, кстати, прям по теме Что происходит с Казанским Рубином? Два матча проиграны Команда внизу турнирной таблицы Колодный душ на старте Как встряхнуть команду? Потеря очков может дорого обойти Сергей спрашивает Тряска там уже серьезная Произошла в межсезонье Дело в том, что сменили Главного тренера Пришел человек, с которым связаны Ну, вообще, все успехи этого клуба Но вот не пошло с самого начала Для меня это действительно удивительно Потому что Курбан Бердеев Квалифицированный тренер Но я думаю, что Дело не быстрое Даже несмотря на квалификацию И на состав Да, я думаю, что Дела поправятся ближе к зиме И тогда можно будет говорить о чем-то Ну, здесь Рубин Это же не единственная команда Которая, скажем так, неудачно зашла Да, ЦСКА Да? ЦСКА Проиграли же? У армейцев одна победа И одно поражение И одно поражение, да Но самое главное Что сегодня для ЦСКА Можно сказать Мать жизни Они играют в Греции с Айком В квалификации Лиги Чемпионов Там есть две интриги Собственно, спортивная Как сыграют Потому что, ну, там Мы этим летом не привыкли К жаркой погоде Там уже плюс 35, по-моему Да, там плюс 35 Вот наш Криспайд приземлился Слушайте, невозможно Тяжело адаптироваться, да В Москве Лето такое замечательное Плюс 15 А там плюс 35 Да, будет тяжело И второй момент Игорь Акинфеев Вратарь Наверное, когда я произнес эту фамилию Все сразу понимают О чем идет речь Будет ли он играть Длительная, длительная серия Когда он пропускал голы Над этой серией издеваются Все болельщики Не ЦСКА И сегодня есть, на мой взгляд Большой шанс На то, чтобы отстоять насухо Не пропустить И прервать эту серию Которая длится уже около 10 лет Он пропускает в матчах Лиги Чемпионов А вы все-таки склоняетесь к победе? К ничьей? Или я даже не буду говорить Чему больше? Я хочу сказать, что будет очень тяжело Но, знаете, такое есть правило Хорошая игра после плохой У ЦСКА была плохая игра Очень плохая с локомотивом Когда они проиграли 1-3 Это сенсация Я считаю, что сегодня Есть хорошее основание На положительный результат А положительным, я считаю, это ничья Группа ВКонтакте Страна ФМ Друзья, пишите и вы Свои вопросы в комментариях Мы ждем Самый лучший зададим В прямом эфире Да, у нас в гостях Сергей Егоров Скоро вернемся У нас такой получается Рок-н-ролл этим утром Причем рок-н-ролл спортивный Мало того, что спортивный Футбольный, конечно же Сергей Егоров У нас в гостях Футбольный обозреватель Издательского дома Спортэкспресс Да Вот теперь все абсолютно правильно И точно Продолжаем разговор о футболе Слушайте, Сергей Ну а можно ли от вас Получить какие-то прогнозы Я понимаю, что прогнозы Дело неблагодарное, как правило Но тем не менее Все-таки вот и слушатели Интересуются тоже Как вы считаете Кто же Много времени впереди, да Но кто же все-таки Спартак ЦСКА Зенит Я считаю, что Зенит Да И перед началом сезона Я говорил о том, что У Зенита наибольшие шансы И то, что произошло В первых два турах Ну так подтвердило Подтвердило эти прогнозы Потому что Зенит В отличие от Спартака Мы же говорим Что у Спартака сложившаяся команда Но когда ты не обновляешь коллектив Перед стартом сезона Не добавляешь несколько новичков Снижается какая-то Внутренняя конкуренция Чуть-чуть падает Возможно напряжение В тренировочном процессе И самое главное Что у Спартака произошло Конечно, неприятные новости У них травму получил Роман Зобнин Основной полузащитник Произошел Этого сборного Не играл на Кубке конфедераций Это, конечно С точки зрения командной игры Почти катастрофа И многие ребята Были в сборной На Кубке конфедерации Но просто устали У Зенита В этом плане была лучшая ситуация Просто Зенит оказался Лучше готов к сезону Слушайте, ну а если сравнивать Вот этот сезон и прошлый В прошлом году В лидерах были Спартак и ЦСКА Верно же, я не ошибаюсь А в этом году Ну, как мы говорили Уже неудачно зашли немножечко ЦСКА? Да Это связано с чем? Вот с травмами? С какими-то вещами? Или все-таки Какие-то тренерские ошибки? На мой взгляд Это связано с тем Что, ну так бывает Старый состав Ну, команда Устала Надо обновлять То, что удачно Произошло у Зенита Да, у ЦСКА У ЦСКА нет такого Финансового ресурса У ЦСКА нет своего Газпрома И, соответственно ЦСКА строил стадион Длительное время Да, там был финансовый Кризис 2014 года Там частные владельцы Ну и денег на то Чтобы обновить состав Существенно Что надо было делать Развивать команду Да, денег нет Вот, и поэтому Для ЦСКА крайне важно Пройти в лигу чемпионов Заработать денег Чтобы удержаться На хорошем уровне Еще такой вопрос Сергей Вот что вы прокомментировали Сейчас много Таких новостей Которые Взрывают просто Сети Неймар Покидает Барселону? Нет? Точно это? По последней Это вообще потрясающе Чтобы было понятно Аудитории Не только спортивной Расскажу историю Дело в том Что о том Что Неймар Остается в Барселоне Рассказал Муж Шакира Да Мужем Шакира Является Защитник Барселоны Пике Пике Разместил у себя Пост с Неймаром В социальных сетях Селфи сделала Да Ну или Ну да Хотя их же фотографировали Да Это можно назвать Не селфи Два слова Он остается Или возможно одно Вот я не помню Как там по-испански Было написано Он остается И говорят о том Что Неймар проведет Следующий сезон В Барселоне Причин две Ну во-первых Видимо Неймара С Неймаром поговорили В Барселоне Что-то ему пообещали А во-вторых Когда ты покупаешь Футболиста За космические деньги 222 миллиона За цену Парка Боингов Для аэропорта Да То в футболе Действует такая система Финансового фэрплей Проще говоря Чтобы не вдаваться В подробности Это как ваш семейный бюджет Вы конечно можете Тратить больше Чем зарабатываете Но вы наверное Будете нерачительной Хозяйкой А вы нерачительным хозяин Так вот У ПСЖ У ПСЖ Который хочет его купить За которым стоят арабы У них конечно денег много Но им у ИФА Это ваша настоящая организация Говорит Ай-яй-яй-яй Ребята Для того чтобы вы Что-то купили Вы должны что-то продать То есть чтобы купить Неймара Им надо распродать Несколько футболистов Ну пока все зависло в воздухе Да С этим мы разобрались Более-менее Но это очень крутая история Хотя непонятно Что будет дальше Друзья Мы вернемся к футболу Совсем скоро С нами В стране о спорте Лайф Утро доброе Мы продолжаем Напоминаю В гостях у нас сегодня Футбольный обозреватель Сергей Егоров Говорим сегодня о футболе Да И пожалуйста Свои вопросы можете задавать Прямо сейчас Группа ВКонтакте У нас есть и Ватсап и Вайбер Номер плюс семь Девятьсот девять Девятьсот двадцать Один восемьдесят девять и девять Сергей Давайте мы добьем Эту тему с Неймаром Потому что она всех интересует В смысле Там ему бойкот объявил Интересная штука А вот насколько Футболист такого калибра Как Неймар Может решать Уходить ему Переходить Самостоятельно Насколько голос силен Во всей этой истории Вы знаете Я скажу так Что часто бывает Что футболист Который хорош На футбольном поле Он за полем Решения за него И принимают другие Это отчасти Соответствует Действительности Применительно Крещену Роналду Потому что там сейчас Идет налоговый процесс И Крещену Роналду Грозит Тюремное заключение Да у меня там Служная история То что было У Неймара В Испании Довольно строгое Налоговое законодательство И имиджевые права У футболиста Часто реализуют Где-то Ну за границей Чтобы меньше платить налоги Испанцы это заметили И были проблемы У Месси сначала У него был Долг Был условный срок Значит потом его заменили И он платил штраф Несколько футболистов И тренеров Договорились о том Чтобы отдать Определенный штраф Но это большие деньги Чтобы дальше не судиться Насколько я понимаю Применительно Крещену Роналду Точка невозврата пройдена По Неймуру Я не могу говорить О таких вещах Хотя Фигура такая Такая востребована В рекламном мире Но то что про Нейму Говорят Что он решает сам Да у него Значит родственники Помогают ему Во всех этих делах У него нет официального агента Да Но парень Такой самостоятельный Я бы сказал Ну гонористы Там была история Когда сейчас сообщили Что Месси удалил Все снимки Из инстаграма Я не особенно слежу За инстаграмом Месси Хотя ну в общем Надо наверное Начинать присно В этих историях Но действительно Я видел эти сообщения Дело в том Что когда Неймар Переходил в Барселону Ну можно себе представить Я вот приводил пример Допустим У Николая Баскова Появится Он станет петь дуэтом Внезапно И он к этому Нормально отнесется Ну наверное Такое тяжело представить Хотя вы Лучше разбирайтесь В мире музыки Ну в смысле Дуэтом с таким же равным С равным себе Да Когда Неймара звали в Барселону Месси сказал Окей Это крутой игрок Давайте я ему помогу И сейчас У Барса Самая сильная линия обороны Ну возможно Только в мире Но и за всю историю И когда конечно Неймар сейчас Хотел уйти И дергался В ПСЖ За большими деньгами Конечно Месси Немножко Обиделся Я так понимаю Расстроился Ну то есть Как бы к тебе стричок Так вот хорошо Да Но там была одна история Я рекомендую Нашим зрителям И радиослушателям Сейчас если есть доступ В Ютуб В интернет зайти Там была история Сейчас у Барса Турне Сборы идут И Неймар Опоздал на тренировку Ну то есть команда Стояла Стояла в центральном круге Слушала тренера Неймар забегает И ему Луисуарес Нападающий Тоже очень крутой Так под затрыгивание Друзья Вы тогда посмотрите Обязательно Мы скоро вернемся к вам Друзья Телерадиоканал Страна ФМ И с вами Всем еще раз Доброе утро Ну и у нас утро продолжает Сегодня спортивное Футболь Футбольно-спортивное Или спортивно-футбольное В гостях у нас Футбольный обозреватель Издательского дома Спортэкспресс Сергей Егоров На чем мы закончили У меня вопрос Не знаю на чем Вы там закончили Давай Великий футбольный болельщик А я кстати очень много знаю Что ты Сергей скажите А Криштиана тоже Из Реала уходит Была же такая информация Месяц назад И мы ее смотрели Прямо в режиме онлайн Когда был Кубок конфедерации Дело в том Что Когда он отыграл Финал Лиги чемпионов Значит И приехал В Москву На Кубок конфедерации Прямо-прямо Тогда были два события Которые Стесно связаны Между собой И проходили параллельно Первое То что У Криштиану появились Проблемы с налоговыми Органами Испании Ранее они были Там у нескольких Футболистов И даже За эти проблемы Решил Заплатив штраф Криштиану на это Насколько я понимаю Не пошел Представят суды И Ну Человек Который много сделал Для Реала Который на сегодняшний день Вот прямо сейчас Является лучшим игроком мира Наверное он думал Что Как-то его Реал защитит Но Это же такая История Которая не по понятиям Да Ее не решишь Поэтому Тут надо отвечать Не Реал платил налоги А ты Реализовал свои имиджевые права При помощи своего агента Жоржа Мендеша Значит ты должен Каким-то образом решать Самостоятельно Да Криштиан насколько я понимаю Обиделся Сказал президенту Реала Что я ухожу Партнером это объявил И закрутилась такая карусель Которая сейчас В около недели шла С Неймаром А то есть СМИ муссировали Вот эту информацию Да Дело в том что Ну Все таки Криштиану Сейчас не является Таким долгосрочным Серьезным вложением Как это является Неймар Он стоил бы дешевле Значит И Говорили о том Что он может вернуться В Манчестер Юнайтед Но Есть такой известный Португальский агент Паулу Барбоза Который работал С несколькими русскими Футболистами И он все время Троллит немножко Криштиану Он говорит о том Что слушай Ты сначала разберись Со своими агентами Заплатил налоги А потом спи спокойно И решай В каком-то клубе играть И лучше останься в Реале Потому что Ты в Реале И ты в лучшем клубе мира И ты в Манчестер Юнайтед Это разные вещи В общем Криштиану Потому что сейчас происходит У него правда там Всякие бизнесовые дела В Китае Он в отпуске еще Пока Реал тренируется Но я думаю Что он останется в Реале Ну то есть Сергей Получается Вот те многочисленные проблемы Налоговые Которые возникают Это собственно Ну понятно Что проблема футболистов Но не ими так скажем Инициируемые И не ими созданные То есть футболисты не виноваты Все это грубо говоря Мутит менеджеры Да Это просто в русском языке При всем при том Что футболисты Не имеют экономического образования Значит и они не разбираются В налогах Ну их надо платить Поэтому Здесь ты сам для себя Должен решить Либо ты вот Ну менеджер же тебе Как-то это объясняет Что ты реализуешь там Тебе будешь меньше налогов Платить и прочее Значит ты Должен понимать Что же дело Здесь что-то нечисто И ты либо это обрубаешь Либо ты говоришь Окей давайте мы попробуем Обфинтить налоговые органы Испании Ну собственно та история Когда незнание закона Не освобождает Да 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 Абсолютно верно Друзья Сергей Егоров У нас в студии Продолжим Очень скоро вернемся к вам Друзья Мы снова к вам вернулись Телерадиоканал Страна АФМ В гостях у нас сегодня Футбольный обозреватель Издательского дома Спортэкспресс Сергей Егоров Ну и что давайте Все-таки в финале Нашего сегодняшнего разговора Перейдем Вернемся обратно К чемпионату России Да два тура позади Чего ждать Такой небольшой режиме Не знаю Небольшой итог Хотя еще собственно Все впереди практически Да Очень важная история Я все время Долгое время Я являюсь противником Перехода на Систему осень-весна Дело в том что у нас Такая футбольная система Произошла Когда летом мы футбол не играем У нас длительная пауза А в зиму мы уходим У нас будет экстремальный чемпионат Я рекомендую всем За ним смотреть Дело в том что Самое крутое Что есть в русском футболе Это матч ЦСКА Спартак Это дерби Запланирован на 10 декабря В принципе сейчас Катаклизмы природы таковы Что 2 июня в Москве Идет снег А в принципе 10 декабря Могут засвести Тюльпаны Тюльпаны Да И деревья распуститься Да почки Поэтому Но как правило 10 декабря Ну довольно морозно Поэтому это будет супер матч И это первый момент А второй Уже 6 августа Нас ждет Грандиозное событие На мой взгляд На стадионе Крестовский В который вложили 40 миллиардов рублей Где протекает крыша И где Что-то с газоном Там не все правильно Газон ждет Фантастический матч Зенит-Спартак Во-первых Это прошлогодний Чемпион Это Спартак Во-вторых Зенит Команда в которую вложили Ну около 40 миллионов евро В трансферы И который вообще не допускает Что он может не стать Чемпионом России Это будет Самый крутой Версус-баттл В русском футболе И мы ждем Что-то грандиозного Потому что Аргентинца Зенита Который клуб купил Это действительно звери Да Против Спартака Мы ждем Что Спартак Тоже усилится Там приезжают Очень сильные хорваты С Челси И возможно Эта игра Ну как минимум Определит фаворита Кто главный фаворит Чемпионата Потому что если выиграет Зенит То Ну безусловно Зенит Подтвердит Свои амбиции Если выиграет Спартак То нас ждет Удивительно осень Я вас всех призываю Следить за чемпионатом России Ну в общем Пошумим Пошумим немножко Пошумим немножко Надо уже билеты Ну а вы Сергей Еще раз напомните Значит вы все-таки Делаете свою ставку На Зенит Я говорил перед началом сезона Что главный фаворит Зенит И старт сезона Это подтвердил Ну а остальные болельщики Всех других команд Тоже не расслабляетесь Мало ли что Да-да-да И сегодня я призываю Смотреть за За игрой Футбольного клуба ЦСКА За игрой Игоря Кенфеева Главный болельщик которого Его трек Прозвучит Скоро в стране Да в 20.35 по московскому времени Начало матча Сергей Егоров Спасибо вам за приглашение Футбольный обзыватель Издаческого дома Спортэкспресс Был с нами Сергей большое спасибо Да Приходите еще Мы с вами тоже Прощаемся до завтра Пока